В свои 23 года Георгий Нелеп уже вызывал восхищение и удивление ценителей хороших голосов. Как же сумел этот молодой человек, не имевший даже начального музыкального образования, блестяще окончить Ленинградскую консерваторию и быть принятым на сцену прославленного Кировского театра? Помогли певцу природный дар и огромная работоспособность. А потом всю жизнь, не останавливаясь, Георгий Михайлович будет учиться, добирать то, чего не хватило ему в детстве. Он будет поражать своих родных энциклопедическими познаниями в разных областях науки и искусства. Его интересы не будут ограничиваться только репертуаром оперного театра и собственными партиями. Грусть тосками не съедает, и не ночь одолевает. Люди женятся в низу, ниже на плечах хожу. Говорят, царевна есть, что не можно глаз отметь. Днем свет Божий так милает, ночью землю освещает. Весь отсказка о сольности оболку звезда горит. О, наша жизнь игра, добро и зло одни и мечты. Труд честно, сказки для бабья. Кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Пусть неудачник плачет. Пусть неудачник плачет, Кляня, кляня свою судьбу. До север деют на лице Горячий хуст ее Лапзанья. И шепот страстный нежит слух, Служан в душе ее признанья. Как над голубкой хищный ворон, От нею вьется мой отец. Меня ж теперь неволить станут, Идти с немилой подвенеть. Ты все писал и сном не позабылся, Но мой покой бесовский мечтание тревожило. И враг меня мутил. Мне снилось, песня-то крутая Вела меня на башню, С высоты не виделась Москва. Но муравейник народ внизу На площади кипел, И на меня указывал со смехом. И стыдно мне, и страшно становилось, И падая стремко улаз, Я пропускался. Сохранилась единственная опера, Записанная на кинопленку, Где мы можем не только услышать, Но и увидеть Георгия Нелепа. Это Борис Годунов Мусоргского. И если критика того времени находила изъяны В каких-то деталях костюма или интерьера, То к образу самозванца, созданному Нелепом, Это не имело никакого отношения. Ой, Марина, мне чудилось, ты бросила укором Тягостым в моей минувшей жизни. Жозь, гордая полячка, царевич я, Со всех концов пути воски стеклиса, За утро в бой летим, В главе дружи хоробрых, Славным витязем и прямо в землю московский, На отчий престол, завещанный судьбой. Певец работал много и, как он сам говорил, жадно. Мечтал возродить в Большом театре, успевшую стать историей, Хорошую традицию – работать с авторами. Как в старые времена было с Чайковским, В советское довоенное время с Шостаковичем, Прокофьевым, Кабалевским или Хренниковым. Нелеп так горячо убеждал коллег в необходимости этого, Что иногда на него появлялись дружеские шажи. Однажды в бурю потихоньку сменил он Германа на Леньку. И из графской спальни чудеса попал в Тамбовские леса. Речь, конечно, идет об опере Тихона Хренникова «В бурю». Йоргий Нелеп так увлечен был театром и всем тем, что там происходило, Репетициями, спектаклями, работая в художественном совете и так далее, Что другой жизни он для себя и не представлял. Говоря современным языком, он был фанатом театра. Правда, исключение делал для записей на радио. И благодаря этому мы в 21 веке можем слушать в его исполнении Арии из опер, народные песни, романсы, Ставшие теперь классикой исполнительского искусства. Я помню чудное мгновенье Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты, Как гений чистой красоты. В советское время певцы, даже такие именитые, как Георгий Михайлович Нелеп, Не могли записывать в студии все, что они пожелают. Существовало строгое правило во Всесоюзном доме звукозаписи на улице Качалова, Кто и что будет писать. Если партию Ромео записывал Иван Козловский, А, например, партию Ленского Сергей Лемешев, То уже другие солисты не могли претендовать на это. Но, несмотря на это негласное правило, Георгию Нелепу удалось записать на пленку очень много оперных партий, Причем некоторые из них он исполнял впервые. Так получилось и с Вагнером. Опера этого композитора не ставились в Большом театре. Но запись Нелепа в нюрнбернских мастер-зингерах Вагнера осталась. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В 50-е годы Георгий Нелеп был занят почти во всем репертуаре Большого театра. Но были партии, которые он исполнял всю свою жизнь. Они занимали особое место в репертуаре певца. Таким был Садко. И таким был воин Сабинин. Эту партию в опере «Глинки» Иван Сусанин он исполнял еще в Кировском театре. В 40-м году приезжал с этим спектаклем в Москву на гастроли. Образ Сабинина стал для него знаковым и, к сожалению, роковым. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ